Ребята, всем привет! Мне опять не спится. Я в Нижнем Новгороде до сих пор. Что-то я хотела спать сначала в 10 вечера, а сейчас что-то мне не спится. Я у родителей на даче. Вот. Знаете, чем я занималась? Не поверите. Я разбирала коробки с книжками, с учебниками, с тетрадками своих школьных лет. Седьмого, шестого, восьмого, девятого, десятого класса. К сожалению, мы не знаем, где учебники и тетрадки первых классов. Но вот, шестого, седьмого, восьмого по одиннадцатый я нашла. Вот, представляете, видите, сколько на стольки. А еще я нашла целую коробку. Целую коробку, представляете, всяких вырезок, плакатов, журналов. Помните такой журнал «Кул»? Потом еще, по-моему, «Браво» какой-то есть, по-моему, так называется. Старый журнал «Эль Геоу», «Ес». Вот. Блин, ностальгия. На самом деле, жизнь так быстро летит. Кристинка, вернусь и послезавтра. Вот. У меня раньше группа была в детстве, любимые «Спайс Геоус». Так у меня вся комната была обвешена просто этими плакатами. Я любила «Спайс Геоус», «Бритни Спирс», «Кристина Гиллера», группа «Файв» такая была. Нашла все, короче, журналы, все вырезки, все плакаты. У меня в комнате было расклеено все. Просто не было живого места. Наверное, не я одна такая, что у многих то же самое творилось в комнате. Вот. И слава богу, спасибо родителям, что все это сохранили. Что когда-то это вывезли и не выкинули. Лежит это на даче, на чердаке. И вот я вся полностью в пыли. Я падаю без ног. Да спать мне что-то. Мне очень хочется. Но вот уже зеваю опять. Так. Всем привет, ребят. В общем, всем передаю огромный привет. Я завтра слойно отправлю. Завтра, sorry, sorry. Хорошо, Кристин. А, точно, да, ты мне не отправила. Я забыла совсем. Кристинка получила твое сообщение. Вот. Ничего страшного. Присылай завтра. Вот. Так что я жду. И, по-моему, мы с тобой обсуждали уже это. Ну, в общем, я, короче, разбирала все коробки. Всякие вырезки, тетрадки, дневники нашла свои старые. Вот. Училась я плохо. Школу я не любила. Вот. Ну, зато сохранила все тетради. Все учебники. Я даже нашла в учебнике тетради своего родного младшего брата. О чем идет речь? О том, что я нахожусь в Нижнем Новгороде, у родителей. И я сегодня разбирала весь вечер учебники, книжки, раскладывала их по годам и расложила их из коробок на полочки. Чтобы, когда захотелось, ностальгии когда пустила, я могла посмотреть. Я даже нашла личные дневники. И я открыла, прочитала просто пару предложений и сразу же закрыла. Я боюсь это читать. Я боюсь вспоминать свою юность. Я боюсь вспоминать все, что было там в седьмом, восьмом классе. И была такая мода. Мы все писали личные дневники. Вот. Ребят, если бы вы прочитали, что было в моей жизни. Я там писала всякие сплетни про школу. Что вот меня эта девочка там не любит. А эту я не люблю, эту я ненавижу училку. Этот парень мне нравится, а этот нет. Брови крошу Хной. Я думаю, что у вас и тоже были дневники. Вот. Да, точно больные тёлки, честное слово. Правильно, как девушка говорит, что вас только интересует рост и вес. Вешу я около 72 килограмм. Рост у меня метра 50. Ребят, запишите где-нибудь на листочке, чтобы вы как бы не переспрашивали меня сто раз. 72 и рост 150. Я и злой, и добрый человек. Я близнецы. Моя одна сторона злая, а другая добрая. Вот. Все привет как присоединяются. Давайте поговорим, у кого в детстве были личные дневники. Может быть, сейчас есть личные дневники, и вы пишете. А помните такой был сайт? Live Journal, по-моему, так называется. ЖЖ, короче. Живой журнал. Помните такие? Кто застал мое время? У меня тоже был такой живой журнал. Что-то я туда писала, даже не помню, что. Да, я такая маленькая, у меня рост 150 и 72 килограмма, поэтому я пытаюсь все похудеть. Я очень маленькая, и на самом деле такая крупного телосложения. Я всю жизнь виду, интересно потом прочитать, смеяться. Да, я на самом деле боюсь прочитать, что я там писала. Я прочитала там отрывок, как я отметила Новый год, и как мне в новогоднюю ночь разбили глаз. Да, было это дело в шестом классе. Мы отмечали у одноклассницы дома Новый год. Вот, пришел ее сосед Вася, который там, типа, на этаж ниже жил. И мы с него разругались, подрались. Подрались, и он мне в глаз дал. И я ему в глаз дал. А Настя была, вот такая моя одноклассница, у нее была разодрана губа. И знаете, что я сказала родителям? Почему у меня снег под глазом? Потому что... Потому что я сказала, что, блин, у Насти Прихановой, там, типа, у дневного одноклассницы, ну, шкаф такой есть, ручка, который открывается на себя. Ну, понимаете, все так. И, типа, он открылся сам по себе, и у меня глаз распоролся. И у меня, типа, был синяк. Вот. Я была синяком в новогодний ночи, это 2002 год. Что там написано? Да, я всегда начинала личный вник, а потом бросала, через время снова заводила новый лень, было его вести. Мне тоже было лень, но есть... Я там, например, в одиннадцатом, в десятом классе уже не была. А вот шестой, седьмой, восьмой у меня есть записи. Да, еще анкеты, я помню. Отписали анкеты, там, типа, имя, фамилия, любимый цвет, знак, зодиак, любимая группа. У меня такая анкета тоже, кстати, есть. Да, букву «Л» я с детства не выговариваю, и эту проблему... Меня к логопеду даже хотели отвезти, но так и не отвели. Помню анкеты. Блин, анкета, помните, еще наклейки были? Мы анкеты склеили в наклейки там различные, давали их по всему классу, там у девчонок с подружкой, чтобы они брали на день и заполняли. Типа, запомнишь мне мою анкету? Там номер телефона даже писали. Ребят, я вам очень сильно хочу это все показать. Я хочу вам показать свои тетрадки, если вам это интересно. Если у вас будет там 10 минут свободного времени, я готова завтра зайти в прямой эфир и вам все это показать. И показать свои дневники. Я училась очень плохо, я была очень проблематичным учеником. Ты зиму, я вместе с тобой, да, я нагоняю сон просто. Встречи, к сожалению, не будет в Нижнем Новгороде. Так, что вы там еще пишете? Твои эфиры поднимают настроение. Я вспомнила детство. Блин, я сегодня, знаете, сколько я вчера плакала. И представляете, я уже вчера там даже говорила. Я нашла открытку, которую мне родители писали, когда мне было 4 месяца от рождения. Это 90-й год, представляете, 18 октября. Мне даже заплакало. Родители мне писали открытку. И эта открытка, кстати, есть у меня в сторис. Кому интересно, посмотрите обязательно. Блин, я прям плачу. Я нашла очень много Валентина, которую мы в школе через школьную почту отправляли в этот праздник. У меня слеза идет. Вот. Не спится мне. Я против татуировок. Очень плохо к ним отношусь. Я в 8-м классе. Это детство. Почему такая? Да, видели, да. Еще у меня... На самом деле мы с родителями храним абсолютно все. Полностью все. Мы ничего не выкидываем. Даже сохранились все вещи там 6-го, 7-го, 5-го класса. Мы ничего не выкидываем. Вот только сейчас начали разбирать. Потому что некоторые вещи просто уже потеряли вид со временем. Некоторые там даже, знаете, ткань просто сыпется. Стареешь, ностальгируешь. Да. А еще, знаете, что мы нашли фотографии с родителями маминой молодости. И папиной есть фотографии в молодости. Где маме там 14 лет. Вот. Короче, мы сегодня ностальгировали. Еще... Ой, да я даже плачу. Даже... Что Сашкова больше запомнилась? Ой, я даже не помню. Не плачь. Ностальгия. Вот. Да, у меня есть домашнее животное. Она сейчас спит с родителями. Ее зовут Соня. Это маленькая собачка. Порода Толь-Терьер. Это очень круто. Моя мама тоже собрала. Мои родители собрали для меня целую фуру коробок, которые хранятся здесь, на чердаке. Огромная отдача у тебя, Настя. А в дипломе есть тройки? В дипломе... В аттестате, в одиннадцатый класс, у меня нет троек. В аттестате за девятый класс у меня были тройки. Мне кажется, даже были двойки. Хорош не плакать, держись. Покажи завтра Соне. Постараюсь показать эту старушку, у которой нет зубов, и у нее вот так язык. Она вот так входит. Она просто язык торчит. Да, я живу одна около семи лет. Какой твой любимый фильм? Не знаю, я так даже и не вспомню. Но мне нравится там 50 оттенков, например, серого. Что плачешь? Плачу, потому что вспомнила свое детство. И еще знаете, что я даже нашла? Я нашла такие журналы, в которых нужно было клеить наклейки с куклами Барби. Типа, я не знаю, это может быть первый класс школы, может быть, это вообще дошколка. Завтра я вам все покажу. Просто сейчас уже по дому я не буду ходить, а то все спят у меня. А завтра я вам все покажу, если вам интересно. Да, я красилась в черный цвет. Я люблю животных, я люблю собак очень. Какое любимое место в НН? Дома, наверное, у родителей. Зубы я не отбеливаю. Боишься ставить? Конечно, я смерть боюсь. Дима хорошо. Дима работает дома. Зубки я не отбеливаю. Я делаю только профессиональную чистку зубов, профгигиену. Три метра над уровнем неба. Мне нравится фильм. Ты молодец, а где живешь, в каком бы городе? Я живу в Москве, а сейчас я в Нижнем Новгороде у родителей. У меня слеза до сих пор потечет. Ты сейчас без косметики. Я сейчас косметика, еще не успела умыться. У меня еще тени здесь. Сейчас умоюсь. Я просмотрю, здесь валяюсь. Общаешься с кем-нибудь с детства? Ну да, у меня есть паролей. И даже вот позавчера я встречалась с одноклассницей, с которой я училась в школе. Искренне очень. Спасибо огромное, что смотришь. Сейчас я смотрю канал СТС. Была программа «Слава Богу, ты пришел». Я не приболела. Я просто счастлива. Я устала. Я в Нижнем Новгороде у родителей. Как происходит профгигиена, чистка или фокус-чистка? Чистят зубы специальным порошком, снимают весь налет. Те, кто курит, например, пьют черный кофе, у тех на зубах есть налет. Я делала профгигиену каждый раз, когда приезжаю в Нижний Новгород. Вот раньше я делала раз в месяц. Сейчас я в Нижний приезжаю намного реже. И поэтому... Не так часто я делаю. Но зато у меня появилась электрическая щетка зубная. И я ей могу спокойно дома вычистить зубы до такой семьи, чтобы они сверкали. И весь налет просто убираю. Брови у меня сейчас накрашены тенями. А так я крашу их хною. Ты делаешь чистку? Да. Я делаю два раза в год чистку лица. Если не могу пить много воды, какая альтернатива? Я не знаю альтернативы, как можно не хотеть много пить воды. Я пью просто литрами. Мне кажется, мне канистрами нужно воду... Ну и канистрами нужно воду домой перевозить. У тебя аллергия пропала? Да, аллергия. Я на самом деле была не аллергия, а я, оказывается, болела. Я близнецы, фирма зубной щетки. Электрическая зубная щетка у меня ОРЛБ. Обычная, ручная, механическая, как она называется. У меня президент. Я вот делаю зубы, когда начинают болеть. Я не понимаю, как можно делать зубы, когда начинают болеть. Да, у меня с рождения такие скулы. Хотя мы сейчас смотрели детские фотографии, что я немножко полноватенькая была. Ну, потому что я сама по себе была полненькой такой, упитанной. А с возрастом лицо вытягивается. Мы же, когда до 25 лет человек растет, то после 25 лет уже все как бы прекращает расти. Как ты выглядишь 25 лет, так ты и будешь выглядеть всю жизнь. Уже ничего не меняется, уже ничего не формируется. Вот. У меня в школе были такие щечки. Вот. И я даже смотрела сейчас фотографии с выпускного 9 класса с аттестацией. И я там такая с химической завивкой кудрявенькая, мокрой кудрой. Вот такая, барандучок. Да, я была в программе инстаграмщица. Сколько у тебя? У меня салон. У меня один салон. Я не боюсь летать на самолете. Ты очень красивый. Спасибо. Куда ходишь? В НН, когда приезжаешь? В основном встречаюсь в каких-нибудь кафешках с друзьями. И все свободное время провожу с родителями. Почему родители не приезжают? Ну, как бы они не считают, нужно переезжать в Москву. Потому что у меня есть брат, тетя, дядя. Это двоюродные сестры, бабушка, дедушка. Мои родители не переедут, не оставят их здесь. Здесь вся наша семья. Если переезжать, то переезжать всей семьей. Вообще полностью всей. С братьями и сестрами, со всем-всем-всем. Дима в Москве работает. Сейчас никакие витамины не пью. Скоро начну пить витамин Е. Как добиться таких скул? Я не знаю, как добиться таких скул. У меня такие скул от рождения. У моей мамы тоже. Речницы у меня нарочные. Как больше с прыщами, вот срочно, когда. Если у меня срочно вылез в прыщ, я его не давлю, а мажу его йодом. Мажу его йодом, чтобы он быстрее засох. И к тому же у меня же профессиональная косметика для лица, которая после тоника вообще все лицо чистит. Конечно, сжет лицо, как после химического пилинга. Но зато вообще все сжигается, и прыщик может даже вообще не созреть, а просто рассосаться. Я смотрю пацанок третий сезон, да, иногда. Мне так нравится вот эта полненькая девушка, нерусская. Блин, я ржу просто. Это мой фаворит. Как же ее зовут? На R как-то. Маникюр делаю. Но когда вижу, что отросли ноготки, то тогда делаю. Ну, примерно раз в 14-17 дней. Да, женская дружба существует, когда у обеих есть молодые люди, например, либо ребенок. Когда-нибудь делить нечего. Зарина, да, точно. Я зову Зарина. Это мой фаворит. Просто напишите ей, что она мой фаворит. Я ее обожаю. Просто я ржу так над ней. Мне кажется, это такой самый сладкий человек, который мог участвовать в программе «Пацан». Она, конечно, ругается там матом, дерется. Она быдла. Но, блядь, она такая прикольная. Как называется Тоник? Тоник называется косметика Биологик. Зарина, да. Зарина ее зовут. Сколько тебе лет? Мне 28 лет. Фирма Тоника. Тоник косметики. Сейчас вспомню косметику. Только что говорила. Биологик. Биологик. У меня в актуальном оно есть. А второй сезон пацанок смотрела? Второй не помню. Я, на самом деле, по-моему, год или два назад смотрела украинскую серию пацанок, где там вообще мат на мать, и там бабы хлеще, чем наши российские. Мы с мамой и с папой просто целый день по каналу «Пятница» целый день крутили пацанок. И мы не могли никуда разойтись. Мы все валялись на кровати и просто несколько часов подряд смотрели этот фильм. Ой, этот реалити-шоу. И мы ржали так. Ребята, это не передать словами. У меня просто папа, я не знаю, там, на всю квартиру ржал. Танцы не смотрю. Для меня это вообще говнище. Я не люблю танцы. Я вообще фу. Фу. Ничего интересного. Фу. И что танцуют они? Ну, танцуют и танцуют. Мажор в третью сезону выше. Я не знаю, что такое за сериал «Мажор». Ты нервозна. Смотри второй сезон. Так зайдет. Мы ржали. Блин, посмотри второй сезон. Какие твои любимые духи? Я люблю Кильен. Как стать успешной? С чего начать? Начать заниматься любимым делом, который будет тебе в первую очередь нравиться. Если ты захочешь этим заниматься каждый день. Хорошие фильмы. Могу посоветовать. Зайдите к моей актуальной. Там есть фильмы. Как попасть на кастинг «Холостяка»? Ну, когда по телевизору объявят кастинг, отправите манкету на сайте. Я знаю, что тяжело танцевать, но меня не впечатляет, меня не вдохновляют такие проекты. Мне не нравятся. Хотя я в школьные годы и в институтские очень любила фильмы, связанные с танцами. Ну, там «Шаг вперед», например, фильм был. Там первая, вторая, третья часть. Мне нравилось. А проект танца мне неинтересно. Вообще неинтересно. Я, конечно, люблю... Мне нравятся эти наставники. Особенно Мигель мне очень нравится. Вот эта баба черника. Это вообще просто откуда ее взяли? Это полный пиздец, я считаю. Мне она не нравится. Вообще. Просто вообще. Я когда ее видела еще в прошлом, по-моему, в СИЗО, я думаю, ты вообще откуда она такая взялась, деловая, блин? Не хочешь устроить ферричи в Калининграде? Я в Калининград не собираюсь, поэтому встречи тоже в ближайшем не будет. Как тебе замуж за Бузу? Я смотрела пару серий «Замуж за Бузу» и следила иногда, что происходит в Инстаграм. Что про них пишут там, про Олю саму, про этого Дениса, про Валю, про этого чудила Александра-миллионера. Типа, продает, мне кажется, энерджи-какашки. Проект реально очень хороший. Мне очень понравилось. И можно было даже посмеяться. Но я не смотрела финальную часть. Я не знаю, чем все там закончилось. Я знаю, что она там выбрала. Оля выбрала или как. Ну, как-то. Я не знаю, как в финалде был. «Миллионера Жени, а не Александра?» А, ну или Женя. А мне казалось, миллионера Александра зовут. А Женя-то другое. Женя-то, по-моему, который ведущий, тамада. Какие у тебя были мечты в детстве? Вы не поверите. Знаете, что мы сейчас с папой читали там личные дневники записки. И что я говорила там. Моя мечта в 2002 году. Моя мечта выучить три языка. И что-то еще не помню. Ну, точно помню три языка. В итоге не выучила. Мечта не сбылась. Почему ты не добавляешь людей в прямой эфир? Ну, пока нет на это времени. И мне хочется с вами поговорить, поотвечать ваши вопросы. Я не ношу линзы. Тамада Сергей. А, Тамада Сергей. Я не была никогда в Калуге. В Карелию не приеду. Кто твой кумир? У меня нет кумиров. Актрисы. Не хотела быть какой-то твоей любимой, знаете, актрисой. Если мне предложили бы сняться в кино, я бы снялась. А вот так специально. Ну, у меня не было никогда цели. Актрисой это огромный труд. Вот. И нужно, наверное, учиться и посвящать все свое время актерскому мастерству. А не просто так с улицы. Типа, ну, я стала популярной. Пойду-ка я в актрису. Это хрень. Это не актрис. Это так. Пролетные. Мимолетные. Очень нравится твой характер. Просто помбичься. Как такой самоверный. Не бояться высказывать все о чем. Блин. Ну, не знаю даже, что посоветовать. Я с рождения такая, и меня порой не заткнуть. И боишься уколов? Я боюсь брать кровь из вены. А уколы не боюсь. Я сама себе даже укол делала в жопу, когда участвовала в проекте. Любишь ли сладко? Люблю сладкое, но очень-очень редко. Когда в Москву? Послезавтра вечером. Ой, послезавтра утром. Да, мне нравится Бузова. Я очень рада, что такие люди есть. Особенно женщины, которые добиваются своих целей и столько денег зарабатывают. Правильно, бабы должны зарабатывать много денег, а не мужики. Да, на мне есть тени, они такие розовенькие. Вот тени и подводка у меня есть. Вот у меня тени. Как изменилась твоя жизнь после участия в проекте «Холостяк»? После проекта я начала строить отношения с парнем по имени Дмитрий. До проекта мы были с ним знакомы, а после проекта мы начали с ним встречаться. Ну, там, через три недели после того, как я ушла с проекта. Мне недавно брали из вены кровь со всеми. Это не больно, просто это неприятно. Я стараюсь, когда мне берут кровь из вены, я стараюсь вообще даже не смотреть. Посмотри «Сваты». Сериал «Сваты»? Блин, я знаю этот сериал. Да, он смешной, он очень старый, и он очень-очень смешной. Какие услуги в твоем салоне? У меня делают коррекцию окрашивания бровей, маникюр, педикюр, окрашивание волос, стрижки, мейкап, укладки. А у меня сейчас скоро опять сядет телефон. Почему ты такая красивая? Не знаю. Родителям надо сказать спасибо. Какое твое любимое время? Я люблю лето. Я, кстати, в дневнике, вот в этом, который с детства, у меня написано, что я люблю лето. В какой стране хотела бы жить, кроме России? Никакой. Хочу жить только в России. Я пошла на проект. У меня не было парня. У меня не было парня. Я была просто знакома с человеком, с которым я сейчас встречаюсь. А отношений у нас не было. Доброй ночи. Оставайся всегда такой прямой. Честно, я так говорю. Спасибо огромное. Буду стараться. Я не смотрю турецкие сериалы. Когда попробую алкоголь. Ой, блин, очень рано. Очень рано. Зато сейчас меня просто, если честно, не заставить выпить. И все, что я выпиваю, это всего лишь подразнить вас. На самом деле, я не так уж и много пью. Если я пью, то я бокал хорошего, дорогого вина за ужин, например. А что ж в говно написать, где мы в ночном клубе? Ох, так меня не выгонишь в ночной клуб сейчас. Просто меня не отправишь туда. А раньше я пила, будь здоров. Мы даже с родителями сейчас ржали, что типа я за детство выпила столько алкоголя, сколько люди нам за всю жизнь пьют. Я даже самогон пробовала, когда в школе училась. Я говорю, я была плохой ученицей. Я, конечно, не прогуливала там школу, например. Но у меня были отвратительные оценки. Я не делала домашние задания. Я бухала, честно признаюсь. И ночные дискотеки ходила. Точнее, не ночные, а вот на вечерние с пяти до девяти. Когда постриглась. Ленин раз постриглась. Стриглась последний раз две недели назад. И моя стрыжка была в прямом эфире. У меня нет любимой песни. Будут ли конкурсы в ближайшее время? Если вы хотите конкурсы, я могу для вас их устроить. Просто смысл их устраивать, если вы не участвуете в них. Поэтому я их и не устраиваю. Если бы вы их участвовали, то да. А вы же ленитесь. Вы же элементарно просто комментарий даже не можете написать, чтобы принять участие. Посмотри сериал «Черная любовь». Хорошо. Вечерки были в ННН. Да, были вечерки. В пятом элементе был такой ночной клуб «Пятый элемент». Вот там, наверное, я большинство людей встретила, с которыми я общаюсь по сей день. Ты стрижешь только машинку. Я стригу сначала машинкой, а потом ножницами аккуратно дорабатывают мои волосы, мои кончики. А так в основном машинкой. А сколько лет начала встречаться? Блин, вот так не вспомнить. Я не могу сказать встречание это или не встречание. Ну да, там мне мальчишки какие-то валентинки дарили. Что-то меня за руку из школы провожали домой. Но это не встречание, это так, дружба крепкая. У меня сейчас полуторный объем ресниц. Во сколько лет был первый поцелуй? Фиг его знает. Ты не хотела бы в НЛ поработать в сетевом маркетинге? Нет, для меня это полное говнище. Это позорище. И в НЛ работа... Нет, нет. Нужно с умом подходить к работе. А не взымать какое-то херотение. Продавать какие-то, блядь, энергии какашки, от которых, мне кажется, блядь, люди просто умирают. Мне миллион человек предлагают ежедневно работать в НЛ. Нет, это не по мне. Я не смогу просто. Это не моя работа мечты. Я лучше буду зарабатывать 10 тысяч рублей на любимой работе, чем я буду зарабатывать на каком-то говно работе 100 тысяч рублей. Да-да-да, раньше говорили, будешь со мной гулять? Не ходить, а гулять было. Ты пьяная? Нет, я не пьяная. Я у родителей дома какая пьяная. В Нижнем Нограде не будет фан-встречи. Ты за гражданский брак. Мне все равно. И свадьба не особо играет роль. Поэтому все равно. Главное, чтобы люди любили друг друга, уважали, ценили и жили вместе. Я люблю очень сильно детей. Мне кажется, по-моему, это заметно. Я не хочу поменять цвет волос. Меня устраивает мой настоящий русый цвет от природы. Я бы хотела быть президентом или быть депутатом Госдумы. Да, я очень этого хотела. Я внесла бы свои корректировки вообще в законы, в законопроекты. Какого была работа на СТС? Мне очень нравилась моя работа на СТС. Мне очень нравилось быть на всех светских мероприятиях, у всех брать интервью. Мне это очень нравилось. Настя уже по 500 раз спросили про курение. Да, я пробовала курить. Вот. Я пробовала курить, пробовала курить, пробовала курить. Понимаете? Пробовала курить. Запомните? И мой рост 150. Вес 70 килограмм. Я не курю. Как относишься к людьми традиционной ориентации? Очень хорошо отношусь к геям, но очень плохо отношусь к лесбиянкам. Я не очень уважаю лесбиянок. И мне не очень нравятся девушки, которые похожи на лесбиянок. Но на самом деле они нормальной ориентации. Мне не нравятся девушки, которые коротко стригутся и выглядят мужиковатой. Прям парень в юбке, у которого я не понимаю. Девушка, она и создана для того, чтобы быть женственной, с длинными волосами, в юбочке. Красиво. Они выглядят как пацан непонятно какой. Кстати, в проекте «Пацанки» есть такие. И я таких людей не понимаю. Я не понимаю, что ими движет. А к геям я очень хорошо отношусь. Они очень добрые. Они очень милые. Они очень хорошие друзья. Вот, на самом деле, очень такие преданные люди. Как относятся к повышению пенсионного возраста? Те, кто повысил пенсионный возраст, сказала бы, я не буду. Очень плохо к этому. Очень плохо. Очень плохо. Но, ребят, давайте мы не будем затрагивать в моем прямом эфире тему политики. Просто не хочу. Даже не хочу. Меня это не касается. Все, goodbye. Как бы нет. Это очень плохо. Забирать последние у пенсионеров. Но это не люди, которые повышают пенсионный возраст. И налоги. Я сейчас тоже столкнулась с проблемой, что я НДС буду платить не 18%, а 20%. На 2% мне повысили. Вы, слушайте, на всем хотят заработать денег. А потом говорят, почему Россия в некоторых регионах люди так плохо живут? Да потому что вы отбираете деньги. На пенсии, на налогах. Да, у меня рост 150, ребят, да. И я вешу 70 килограмм. Да, я смотрела отель Элион, и я смотрела кухню. И мне очень нравится этот сериал. Очень сильно. Мне кажется, что они оба на одном уровне не отличаются. Не понимаю, про кого. Хочешь, где я хочу. Да, и помощь всем подряд оказывают. Ты Новый год встречать будешь? Где Новый год? Я, возможно, буду на Бали, либо на Пхукете. Тебе дарили подарки, сделанные своими руками. Блин, я даже такого не помню. Может быть, в юности и в школе дарили. Я до сих пор худею. У меня срок до 1 сентября. До 1 января. Поэтому пока держусь. Но прогресс особо... Нет, прогресс есть. Я чувствую, на самом деле, себя лучше. Обязательно расскажу вам про салон. Это очень долгая и длинная история. Очень много для своего... Да. Я вешу 70 при своем росте. Карлика 150. Ребят, вы достали меня задавать такие дебильные, тупые вопросы. Какой рост вес? Может вам рассказать, как я срать хожу? Ну, правда. Ну, задайте какому-нибудь поумнее вопросу. У вас больше нет никакой цели узнать что-нибудь. Какой рост и вес? Сказала. 70-150 рост. Что еще? Размер одежды XL. Ребят, ну правда. Ну это на тупизм. Не могла не зайти в твой эфир, зайка. Спасибо огромное. Мне 18 стоит ли исправлять картавость? Картавость, наоборот, иногда шарм придает. Как сделать так, чтобы мужчины дарили подарки и носили на руках? Это приходит само собой. Ваш мужчина, когда вы его встретите, будет вас и задаривать подарками, и носить вас на руках. Я буду стараться проводить прямые эфиры почаще. Спасибо вам огромное, что вы еще ржачные смайлики присылаете. Да. И прекращайте задавать тупорылый вопрос. Я буду вас просто в бан выносить. Не ругайся, Настя, мы тебя любим. Я вас тоже сильно очень люблю. И запомните мой вес. Мой вес. Мой вес. 70 килограмм. 70. И я карлик, у меня 150 рост. Может, хотя подарочки отправят. Стоит ли уделять клыки? Или в будущем это может стать фишкой? Что, блядь? Что? Что? Какие клыки удалять? Вы очнитесь, девчонки. Вы тупые. Вы глупые. Какие удаления клыков? Какие? У вас где мозги? Скажите мне. Объясните мне просто. Зачем удалять клыки? Ну, зачем? Ну, зачем? Если у вас они гнилые, то удаляйте. Ну, зачем удалять живые, здоровые зубы? Это наитупизм. Я не удаляла клыки. О, твои клыки. Все у меня нормально. Ничего не удаляла. Жива, здорова. Вы что, тупорылые? Тупорылые. Где я работаю? Я работаю в салоне красоты уборщицы. Знаешь, по-твоему нормально, если мужчина... Конечно. Конечно, это вполне нормально, что мужчина хочет, чтобы ты что-то в тебе поменялась. Не, например, там, паста, чтобы у тебя были сиськи огромные, там, сорок пятого размера. Либо, я не знаю, губы, как лепехи, чтобы вот так делать. Еще удобнее стало. Нет, если он хочет поменять твой характер, твой внешний вид, чтобы ты носила там ту или иную одежду, то это вполне нормально. Либо у тебя характер чуть поменять. Вы же это делаете для друг друга. Знаете, бомбит. Да. Просто вы задаете мне тупорылые вопросы. Сколько зарабатываю? Ну, где-то 15 тысяч рублей. А то, что мужчина хочет вас что-то изменить, это вполне нормально. Во мне он, Дима, тоже хочет поменять вообще все. Начиная мой характер, мой внешний вид. Я не знаю, он хочет, чтобы, видите, я чуть-чуть схуднула, потому что он считает, что если я не похудею сейчас, я не похудею никогда. А то, типа, в 35 лет это будет вообще невозможно. Делаю побольше обзоров. Ну, вот хорошо. Мне 20 лет, я достаточно милая, да, и не глупая девушка. Но у меня до сих пор не было отношений. Нормально это сейчас вокруг не мужчина, а одни мальчики. Конечно, нормально. Если тебе 20 лет, и у тебя нет одного мужчины, это вполне нормально. Гордись этим. Ты, значит, внутреннее тебе, внутреннее ты, бережет тебя для чего-то лучшего, для чего-то светлого, умного и хорошего. Я не смотрю улицу. Ты что так укутываешь? Просто я под одеялом просто лежу. Занималась, да, я в детстве занималась спортом, я занималась художественной гимнастикой, я пробовала заниматься баскетболом, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Да, я играю на пианино и до сих пор могу что-то по нотам сыграть. Ну, правой рукой точно, а вот левые аккорды, ну, это будет тяжеловато. А про педаль-то я вообще забыла, зачем она нужна и когда ей нажимать нужно. Ну, я закончила музыкальную школу. Также я в старших классах занималась большим теннисом. Господи, конечно, уборщица. Вы сами подумайте, как Настя будет уборщицей. Вы мозг включите, а? Пожалуйста, спросите еще, во сколько лет Петра поцеловались или что-то в этом. Мне уже спрашивали, во сколько лет я поцеловалась, во сколько лет у меня пошли первые месячные, во сколько первый раз, я не знаю, там, я не знаю, наделал лифчик. Ребят. И во сколько лет я вообще первый раз посрать сходила. Я тоже закончила музыкальную школу. Задолбали уже. Вам было бы приятно, если бы у вас на каждом шагу спрашивали про рост, вес или что-то еще. А вам не сказать, где у меня на жопе прыщи? Где твой любимый? Мой любимый работает. Зарабатывает мне на купальник за тысячу рублей в очендебе. Что тебя отталкивает в людях? Меня отталкивает лживость, продажность. Шлюхость, я бы назвала это так. Вот, наверное, все. Лживость и продажность – это самое худшее качество. Ты была трудным подростком? Я была не то, что трудным подростком. Я была из Чадимада. Вы смотрели? Фильм такой в детстве был. Трудный ребенок, по-моему, называется. Там мальчишка такой рыжий играл. И у него была подружка-блондинка. Наверное, блин, вы вспомнить должны. Был такой фильм в начале 90-х, наверное, это. Блин, это очень смешной фильм. В те годы был. И была вторая часть. Там типа трудный ребенок. И у него была подружка-блондинка такая, знаете, гадюка такая. Ходила ей бы главное где-нибудь говнеца подкинуть. Вот это я. Вот таким я ребенком была. В школе, в жизни, в садике. Не Хельга. Хельга это из мультика. Другой был фильм. Трудный ребенок. Как ты училась в школе? Я уже говорила, что я училась очень плохо. У меня были двойки. Поведения было два. Домашнее задание было два. Я была просто самым отвратительным учеником. И мне кажется, что когда я заканчивала школу, учителя взрывали шампанское, взрывали салют. И просто отмечали это так, как будто, я не знаю, закончилась Вторая мировая война. Третья мировая война. Это просто для них праздник. И мне кажется, они этот день по сей день отмечают, что когда-то Анастасия Смирнова закончила школу. Невозможно забыть этот фильм. Вот, для тех, кто помнит, этот фильм «Трудный ребенок», вот, блондинка, это я. С «Смаком», нет, не с Калкиным, нет. Рожу, не могу. Когда Диму покажу? Никогда. Нахуя? Ты просто класс, привет. Что можно, а что нельзя просить своему любимому? Да, просить можно на самом деле все. А что нельзя, не знаю, просить можно все. Трудный ребенок. Блин, посмотрите, я сейчас вам в сториз даже выложу девочку эту. Девочка, это прям я. Знаешь, почему ты не сделала встречу в Питере очень давно? В Питере не получилось, не было времени, погода была отстой. Просто Питер говно. Я, кстати, в Питер приеду 9-го числа, но я приеду утром и вечером уеду. Питер отстой не потому, что город плохой, а потому, что мне не повезло с погодой, и поэтому у меня теперь плохие воспоминания. Блин, сколько ваших сообщений. Любимая марка косметики. Никогда. Никогда. Какой объем ресниц делай, блядь. Я ресницы делаю полуторный объем, ребят, полуторный. Я наращиваю ресницы, и либо тройной, либо полуторный. Полуторный. Ты на Хельгу похожа. Спасибо огромное. Ей характером как Хельга. Ты сова или жаворонок? Я и сова и жаворонок. Сова жаворонок я. Сов жаворонок. Блэна погода... Так. Бляда, погода реально отстой. Какая любимая марка косметики. Мне нравится любая косметика, вообще вся. Из каждой фирмы какие-то средства. Что подарить подруге на память? Памятное такое на день рождения. Знаете, мне подружки дарили какие-то открытки с надписями. И вам честно скажу, что это лучший подарок, когда ты через 10 лет, она оценит его. Напишите ей огромное письмо. Положите его в конверт. И сделайте так, чтобы она его сохранила. Можно ли простить измену? Но у всех по-разному. На самом деле, смотря какая ситуация. Если это сделано, я не знаю. Я не сталкивалась с этого. Я не могу понять, простила бы я или не простила. Работа по образованию. Я тележурналист и юрист. Знаете, какой подарок сделать парню? Ну, я не знаю. Подарите бритву, дезодорант, шампунь. Им иногда это не мешает. Не помешало бы, честно вам. Носки и трусы. На самом деле, эти подарки самые необходимые для парней. Мои глаза зеленого цвета. Я ненавидела учиться в школе. Школа – это ад. Гори я на воду. Я еще раз повторяю. Гори в аду. У тебя есть тату? Нет, у меня нет тату. Я против татуировок. Нравятся твои прямые эфиры перед сном. Спасибо огромное. Буду почаще заходить. А где твой долгожданный вложик? Вложик, блядь. Этот вложик, этот вообще-то геморрой. Такой полный на меня свалился. Я снимаю все, а никак выложить не могу. Ну, просто у меня чисто физически не хватает на все времени. Я в институте очень научилась. Почему всем отвечаю? Если я только меня игнорирую, а что ты задала? Задай еще раз. Как бы назвала детей? Это хрена узнают. Когда родятся, тогда я придумаю. Какие у тебя любимые имена и мужские, и женские? Как бы детей? Да не знаю. Я говорю, ребят, не знаю. Вот когда родятся, тогда я буду думать. А сейчас заранее придумают бред какой-то. В каких проектах участвую и в каком больше понравилось? Я участвовала во многих проектах, и мне нигде не понравилось. Что думаешь про отношения в четырнадцать? Ну, не знаю. Все, если... Не знаете, что больше себе есть? Вот мне пишут девчонки лет так тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Меня бросил парень, я хочу умереть. Жизнь говно, я Эмма. Все, блять, уйду в монастырь, мне плохо. Родители меня не понимают, я плачу. Нет подруг у меня. Я его так сильно люблю, он и все. Он вся моя жизнь, он моя судьба. Какая нахрен судьба? Вам четырнадцать лет. Вы еще свою судьбу встретите. Раз пятьдесят. Поэтому, если от вас уходит парень, и слава богу, катись оно пропадом. Просто гори оно в аду. Уходит, и хрен бы с ним был бы. Ребят, девочки, не нужно расстраиваться, если вы расстаетесь в четырнадцать лет. Я понимаю, если бы вам было тридцать пять, у вас там трое детей, и вас бросил муж, то да-да-да, можно плакать и говорить, как-то не тяжело, жизнь боль. А вам четырнадцать лет. А какой нахрен смерти вы договорите из-за какого-то, блять, козла-дебила? Запомните одну простую вещь, что парни по развитию отстают от нас. Чуть ли лет не на десять. Понятно? Хватит. Вы, блять, просто как дебилки. Я умру. Я умру ради него. И вы мне вот каждый раз об этом пишете. Я ругаюсь с родителями. Я хочу уйти из дома. Я не могу. Девочки, родители — это все, что у нас есть. Они не вечные. И запомните это раз и навсегда. И говорить такие вещи. Я хочу уйти из дома. Я хочу умереть, потому что меня ругают родители, или потому что я в школе плохо учусь. Девчонки, вы в своем уме. Народ, вот сижу, читаю ваши смс. Мне, да, пиздец, что вы, блять, такой успеем тупые, задаете вопрос, на который пяти летний ребёнок задает ответ. Вы тупые убеждены. Ты лучшая хуяная девушка. Спасибо. Поэтому, если вы будете думать о смерти, вы попадёте в блок. В блёк. Вот, вот именно. В 14 лет нужно гулять, бухать и веселиться, а не думать о смерти. Жизнь только начинается. Вы только начинаете пробовать жизнь на вкус. Делайте так, чтобы, не знаю, чтобы, как я, в 30 лет сидели, испоминали, листали эти альбомы с родителями и показывали им те фотографии из пионерских лагерей, которые я не могла показать в 14 лет, потому что я считала, что если родители увидят меня в фотографии с парнями или с вожатами, которые раздеты в топлиц, в шортах стоят, то мне за это дадут люлей. А сейчас мы сидим на кухне с родителями, смотрим эти фотографии и ржём. Я кайфовала, я наслаждалась жизнью. Я гуляла, как могла. Я ездила в пионерские лагеря. Я веселилась, бухала, да. И вообще ничего, я не парила. Училась я плохо, да. Это моя большая ошибка, что нужно было забить на всех этих тупорылых учителей и учиться, потому что учёба не для них нужна была, а для меня. Пока у вас нет детей, пока вы свободные, здоровые, гуляйте, тусуйтесь, проводите время так. Если вас зовут гулять, идите, не сидите дома, не плачьте в подушку, не говорите, «Жизнь, боль, я хочу умереть!» Правда бухала, да, я правда бухала. Честно признаю, я не стесняюсь этого. Мне кажется, в моём возрасте тогда все пили. Мы тогда встречались, я как вспомню, я говорю, я даже пробовала самогон, чтобы вы понимали. И у меня сейчас, походу, сядет телефон. Вот, поставила заряжать. Давай общение с подписчиками. Ребята, я предлагаю раз в неделю устраивать такие посты, где вы задавать будете вопросы свои. Давайте. А я буду на них вам отвечать. Хотите, я буду вам так делать. Смотрю на тебя и унаю себя. Вот, блядь, что за вопрос тебе... Блин, я даже не буду читать эти вопросы. Некоторые из вас тупорылые. Настя, у тебя парня, что ли, нет? Конечно, нет у меня парня. У меня никого нету. Просто я хочу покончить жизнь самоубийством. Жизнь боль. Я, Эмма, пойду порежу себе вены. Я бухала всю сознательную молодость. Теперь только пироль. Так я пироль только на отдыхе пью, чтобы вы понимали. Чего не спишь? Не спится мне что-то. Да я, блядь, не знаю, кто там беременную вообще срать. Ребят, ну вот правда, мне прям срать, кто беременный. Любишь Виталя. Кто такой нахуй Виталя? Ой, блин. Настя, хотела бы тебе, конечно бы хотела. Мне кажется, каждая здоровая, нормальная девушка хотела бы детей. Мне кажется, не хочет детей дебилка. Ты угар, спасибо. Скажи, блин, что за тупые люди? Что я не знаю, что за тупые. Как избавиться от прыщей? Намазать лицо все йодом. Где ты берешь столько терпения? Не знаю, откуда у меня столько терпения. Кем хотела быть в детстве? Я хотела работать в Макдональдсе. Реально, я хотела. Я когда была очень маленькой, и мой брат был очень маленький, мы всегда хотели работать в Макдональдсе. Знаете почему? Потому что я с детства люблю картошку фри. И я с детства каждый выходной родители просили, хочу в Макдональдс, Макдональдс. Я хотела хэппи-мил. И я, знаете, что-то ела в Макдональдсе всегда. Ну, наверное, может быть, класс до восьмого. Только картошку фри и наггетс. Больше ничего. Мне родители говорят, Настя, ну попробуй, типа, вот этот бутерброд, этот гамбургер, чирп. Нет, он мне вообще не нравится. Я даже на него смотреть не могла. Я ела картошку фри и хэппи-мил. Для меня хэппи-мил это было что-то прям такое. Я хотела собрать все коллекции. Я бы уже засунула что-то для кого-то. Делаешь ботоксы? Ботоксы я не делаю. У тебя есть судимость. Ребята, вы тупорывы. У меня судимость. На самом деле я маньяк. Я убиваю людей. Убиваю людей. И расчленяю их дома. Поскольку бухала. Да всегда бухала. В школе бухала. В школе я бухала с одноклассницами. Не накручивала я лайки. Блядь, что за тупые вопросы. Сосудимость. Я убивала людей. И тебя сейчас найду. Я сохраню этот эфир. Найду тебя, кто задал этот вопрос. И зарежу тебя, как свинью. Я тебе отрублю, как курица. Гол. Да, я смотрела дома. Отчаянных домохозяек. Я поняла, почему его так. Были друзья раньше. Нет, у меня нет друзей вообще. Кристина и шоколад. Ой, Кристинка, привет. Я с тобой фоткалась на фэшн-вик. Класс. Придаю привет. За судимую. Ты вечно позитивная. Да, я очень позитивная. Ребята, я очень люблю стебаться. Я очень люблю глумиться над людьми. Я очень люблю их провоцировать. Я, на самом деле, очень люблю издеваться над людьми. Особенно над тупыми. Настя, ты под чем? Я не под чем-то, ребята. Ребята, я в родителе дома на даче. У меня они уже все спят. Конечно, Настя, я и судимую. Придуги. А ты что, курила? Это меня еще кексики... Знаете, я в Амстердаме была и пробовала кексики с коноплёй. Вот они меня до сих пор держат. А что смешно у вас судимость? Ты же бухала в 14-й пасеньки. Своровал что-нибудь? Ага, конечно. Я пасеньки не ворую. Я пасеньки убиваю таких, как ты. Понял? Она под одеялом, да, блядь. Вот я, видите, под одеялом. Одеяло, одеяло. Я под одеялом, а не под судимостью. А почему на даче? Ну, потому что мы время проводим с родителями на даче. У каминчика с шашлычками. Кексики с коноплёй. Да, в Амстердаме на каждом углу продаются кексики с коноплёй. Вот, если вы смотрели фильм Евротур, то вы понимаете, о чем я говорю. А если не смотрели, обязательно поймите. Я была на улице Красных фонарей. Я смотрела на проституток, которые стоят в окнах. Короче, я очень круто съездила в Амстердам. И я хочу туда ещё. Я не курила траву. Я только ела кексики. И привезла, значит, что родителям? Я привезла родителям гостиницы домой. Знаете, что это за гостиницы? Шоколад с марихуаной. Чтобы вы понимали. Вот такие гостиницы нужно родителям привозить. Тоже пробовала. Блин, почему я так корусь тебе? Запускаем новый тренд. Настя, маньяк. Ребята, я предлагаю вам всем сейчас, после этого эфира, зайти ко мне на страницу и всем написать по последней фотографии. Настя, маньяк убивает людей. Прям такой хэштег. Настя, маньяк убивает людей. Как кекс, касканаплю. Нормально, видишь, до сих пор держишь. Я в Амстердаме 5 дней назад была, до сих пор, видишь, под кайфом. А ты любишь просто картошку фри или соусом майонезом, или с майонезом. И я люблю картошку фри с сырным соусом, либо с кисло-сладким. Вот почему вы с родителями жёте. Да, мы с родителями жжём, потому что мы шоколад с марихуаной жрём. Вот как складно. Мы с родителями жжём, потому что шоколад с марихуаной жрём. Хочу шоколад с марихуаной. Настя, маньяк убивает людей. Класс. Очень хотела бы такую подругу как ты огонь. Спасибо большое. Они два дня могут держать, реально. Но у меня держатся пять. За картошку душу продашь. Конечно, за картошку, мне кажется, я так душу. Я не почки продам и не печень, я продам душу. Да, у меня есть друзья со школы, из детства. Вот я позавчера виделась с своей одноклассницей. От этих кексов можно проявиться зависимой, как от наркотиков? Да нет, конечно. Это всё детское было. Это баловство. Реально, какая зависимость, ребят? Иногда от наркотиков не бывает зависимости. Нет, хотя от наркотиков бывает. А это всего лишь просто там добавляют масло коноплёвое. Коноплиное, коноплёвое. Судимость. Настя ворует. Ворует. Люки. Судимость. Маньяк. Красивая. Когда после раз кушала картошку фри. Картошку фри. В Амстердаме пару дней назад. Дней пять, наверное, назад. Спать не хочешь? Уже не хочу. После ваших тупорылых вопросов мне уже не хочется спать. Я уже просто ржу. Я уже... Вы мне вообще весь соль перебили, если честно. Конопляная. Пускай долбоёбка. Долбоёбка – это ты, понятно? Долбоёбая конопля. Очень понравилась в Амстердаме. Настя, маньяк, убивает людей. Уже хочу картошечку. Я тоже хочу картошечку. Настя, как научиться прощать людей? У меня ужасный характер. Я злопамятная. Если мне что-то сделали плохое, то потом меня от этого человека отвернёт на 180 градусов. Как научиться забывать плохое? Так. Чувствую, среди моих подписчиков есть злопамятные люди. Они, как правило, те, кто злопамятные, они становятся маньяками-убийцами. Если ты не хочешь быть такой, то нужно научиться прощать людей. Не нужно мстить ни в коем случае. Нужно просто закрывать на всё это глаза, отворачиваться и идти дальше. Если ты будешь больше тратить энергии на этих людей, будешь их вспоминать, то как бы в жизни тебе вообще не повезёт. Просто, если ты не умеешь прощать людей, ты просто попробуй на них не обращать внимания. Ой, у меня почему-то осталось две минуты. Не знаю почему. Подождите, я завершу, сохраню. Ребята, если что, целую. У меня просто написано «оставать полторы минуты». Целую вас всех. Сейчас зайду ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok